Паводковая обстановка на территории Краснодарского края находится под контролем, как краевой, так и муниципальной власти. Ситуации регулярно обсуждаются на совещаниях и заседаниях депутатских комиссий. На одной из таких побывали и наши корреспонденты. На этой неделе состоялось заседание депутатской комиссии по вопросам обеспечения законности, безопасности, правопорядка, местного самоуправления и депутатской этики. Главной темой стало обсуждение сложившейся паводковой обстановки на территории нашего района, а также работы органов власти в режиме чрезвычайной ситуации. С докладом выступил начальник управления ГОИЧС Павел Анопченко. Поскольку это главная угроза на территории района, этому направлению в состоянии дампобалования, в состоянии русел рек, уделяется максимальное внимание. На сегодняшний день уровень воды в реках протока и Кубань снижается. Как отметил Павел Анопченко, по-прежнему на семи постах на протоке и 19 подвижных на Кубани специалисты следят за уровнем воды и каждые четыре часа передают данные в оперативный штаб. Своевременное обнаружение угрозы, информирование населения, незамедлительное устранение последствий – это одни из важных задач управления ГОИЧС. Все органы местного самоуправления районного, местного звена, то есть уровня поселений, сил и средства, все, что у нас есть для защиты населения и территории, в настоящее время находится в удовлетворительном состоянии и в готовности к выполнению тех задач, которые могут возникнуть. Кроме того, в ходе заседания было отмечено, что для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в нашем районе создана специальная комиссия. Регулярно проводятся командно-штабные учения, где проверяется готовность всех сил и средств. Заседание депутатской комиссии по вопросам обеспечения законности, безопасности, правопорядка, местного самоуправления и депутатской этики проводится один раз в три месяца. Депутаты доклад руководителя ГОИЧС Павла Анопченко приняли к сведению без поправок и призвали в дальнейшем совершенствовать методы работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории нашего района. Надежда Калинина, Георгий Калинин, программа События.